Если бы государства или спецслужбы реально были настроены радикально, чтобы свернуть деятельность Навального, они могли сделать это очень просто. Там наблюдалась постоянно ложь, которая была абсолютно не нужна. Если бы там было все абсолютно чисто и невинно, можно было назвать «Источники финансирования» фильм с разоблачением так называемого «Дворца Путина» в Геленджике, который, собственно, был уже давным-давно опубликован, это расследование еще в 2012 году. Я считаю, что если человек ведет действительно какую-то честную борьбу или честную кампанию, он вполне мог сказать об этом правду. Она не была сказана. Добрый день, дамы и господа. У микрофона Леон Вайнстайн, город Лос-Анджелес, Калифорния. Сегодняшнюю передачу я делаю для того, чтобы ответить на вопросы зрителей, которые они задают мне сразу же после того, как я упоминаю имя Алексея Навального. Меня спрашивают, за что я его ненавижу. Говорят, что я ничего не понимаю в ситуации в России, ну и зачастую обзывают всякими словами, типа там «Наемник Путина» или «За сколько ты продался?». Кстати, часто спрашивают так, будто сами они хотят продаться, но не знают, сколько спрашивать. На самом деле у меня простые очень соображения. Давайте я объясню на другом примере, чтобы было поменьше эмоций. Долгое время страной Соединенные Штаты Америки управляла пара, Клинтоны, у которых следующая странная слава. Друзья, партнеры, те люди, с которыми они работали, журналисты, которые о них писали, люди, которые собирались их судить, или давать о них какие-то показания, часто скорпостижно умирали. Процент неожиданных смертей в их кругу необычайно высок. В некоторых источниках 84 человека, в других зашкаливает за 100 погибло самым странным образом. Ну, возьмем, скажем, нижнюю точку, 84. Из этих вот 84, более 60 человек погибли в автокатастрофах, катастрофах, связанных с их личными небольшими самолетами. Либо их убивали, убийцы, ну, убийцы до сих пор не найдены. Порядка 20 человек, кого не убили, покончили жизнь самоубийством. Некоторые выстрелом сами себе в затылок. Еще раз. Некоторые кончали самоубийствами выстрелом сами себе в затылок. Сколько в вашем, извиняю за смех, кругу человек, которые покончили жизнь самоубийством, или которые были убиты? Ну, я почти уверен, что не очень много. Ну, давайте не сравнивать, что называется, апельсины с морковкой. И посмотрим не на нас, простых смертных, а на именитых политиков. Ни у кого из них нет даже 20-й части такого количества трагически погибших людей, с которыми они общались или имели дела. Приверженцы Клинтонов, немедленно надрывая глотку, кричат, что говорящие вот это просто ненавидят Клинтонов. Ну, так сказать, ненавидят Лешу, да, в моем случае. И что каждый из этих случаев был уже объяснен. Мне это тоже говорили про Навального. Я сейчас никого не обвиняю на самом деле. Я просто говорю, что каждый из этих случаев, наверное, возможно объяснить. Но по самокупности вот это количество производит совершенно ошарашивающее впечатление. И второе. Вот хотели бы мы стать другом Билла и Хиллари Клинтона. С Алексеем Навальным тоже происходят фантастические истории. Например, из-за него, из-за его вмешательства срывается организованный оппозицией митинг. Самый большой, чтобы показать мощь оппозиции. Срывается. Потом он призывает идти, скажем, на несанкционированные митинги. А сам не идет на них, потому что утром до назначенной встречи, вот этой вечерней, улетает за границу. При этом он не сидит за свои дела в тюрьме, за проступки, как многие другие. А осуждается, по-моему, пять раз условно. Что тоже странно, правда? Его лишают за гранпаспорта, но почему-то пропускают через границу. Может, у него их два паспорта. Или забыли спросить. Ну, тут прошел человек, да, забыли спросить. То он объявляет, что его отравил Путин, а через короткое время едет в Россию. Вот, перечисляя огромное количество страннейших событий, каждый из которых приверженцы Навального говорят, что могут объяснить. Я уверен, что можно объяснить каким-то образом, да. Но когда это длиннющая цепочка необычных событий, то начинаешь думать, что что-то все-таки не в порядке. Кстати, через все, значит, нажитые за время моего блогерства связи, скажем, близкие к уголовному миру, мне уже дважды подтверждали, что в тюрьме, в которой должен сидеть Алексей, документы на него имеются, пришли. Но самого Алексея там заключенные не видели. У нас в США тоже была такая история с Бараком Обамой. Но, правда, не с заключением. Он утверждал, что учился в университете Колумбии. 300 выпускников этого университета, которые учились в то же самое время, что Барак, ни один из них не может его вспомнить. Черного, почти единственного в то время. Единственный человек, который говорит, что якобы помнит его, это профессор-марксист, а марксисты, как нам с вами давно известно, соврут и дорого не возьмут. То есть, может быть, Обама и учился в Колумбии. Может быть, Алексей и сидит в тюрьме. Но почему-то те люди, которые должны были бы их видеть, одного там, другого там, их там не видят. Кстати, еще одна деталь. Судя по официальной биографии Алексея Навального, в 1998 году он окончил юрфак Российского университета дружбы народов. Однако, ни одному журналисту не удалось найти ни одного однокурсника, который бы его вспомнил. Более того, попытки журналистов запросить документы, соответствующие, в самом ВУЗе тоже не увенчались успехом. Ну, то есть, как бы такой российский вариант Барака Хусейновича Обамы. У Навального потрясающая свобода давать интервью, писать статьи, общаться с интернетом, к которому таких, как Саакашвили, тоже сидящим в тюрьме, я имею в виду вот сейчас, близко не подпускают. После отравления, ну, так сказать, якобы отравители выпустили его в Германию, где отравление могли подтвердить. Ну, ужасно странно. Еще будучи студентом, Навальный пытался стать бизнесменом, зарегистрировал парикмахерскую, дело не пошло. Играл на бирже, очень неудачно. Как правило, все компании, которые создавались при его участии, разорялись, банкротились и ликвидировались. Даже собственная адвокатская контора Навальный и партнеры не просуществовала больше года, то есть меньше года она существовала. К слову, и к статусу адвоката, полученному в Кировской области, всегда были вопросы. А президентр крайне нервно и расплывчато реагирует на вопрос о том, где он получал юридическую практику. Сегодня Навальный, по его словам, зарабатывает как индивидуальный предприниматель. Что он делает? Он сопровождает дела россиян в Европейском суде по правам человека. И по опубликованной им декларации в месяц он получает порядка 450 тысяч рублей. Ну там на вскидку 4500-4700 долларов по сегодняшним деньгам. Что не очень вяжется с его расходами. Только на съемную четырехкомнатную квартиру в жилом комплексе «Мира» на улице Автозаводской он, судя по публикациям в прессе, ежемесячно отдает по 200 тысяч рублей. А еще он вместе с семьей любит отдыхать за границей. Вот сколько раз вы ездите за границу? А, значит, если не считать времени ковида, то семья Навальных в среднем ездила за границу 10 раз каждый год. Ну, очень странно. А если его кто-то спонсирует, ну, может такое быть, да, он сам зарабатывает 450 тысяч, тратит квартиру, но его кто-то спонсирует, то это должно быть в декларации. А если этого нет, а он в оппозиции к Путину, то его должны были бы проверять с пристрастием. Правильно? Странно. 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 Ну, возможно, что я ошибаюсь, правильно? Ведь так много людей говорят, что он хороший человек, вот как говорят, да, так сказать, вот в говне что-то есть, должно быть обязательно, потому что миллионы мук так и роятся вокруг него. Ну, я не пытаюсь сравнивать, это я так пытался неудачно пошутить. Вот. Возможно, я ошибаюсь относительно Барака Обама, относительно Хиллари Клинтона и относительно Алексея Навального. Поэтому я пригласил на встречу нашу с вами автора, блогера, расследователя Вадима Шагалова. Вадим стал известен в русскоговорящем пространстве своими книгами и исследованиями об оккультизме в российской мировой элите. Образование он получил в Государственной морской академии имени Макарова. является журналистом и историком, который занимается расследованием того, мимо чего обыватели, ну, просто проходят, не обратив внимания. Вадим очень знает много о том, что происходит в Кремле, в кулуарах, власти, военных и других ведомствах, а также во кругу ультрабогатых людей. Он читает на десяти языках, обладает феноменальной совершенно памятью и умением анализировать информацию. И это, господа, поверьте мне, редкие и ценные качества. Так как Вадим несколько раз касался темы Навального, то я решил спросить у него тот самый вопрос, за который Юлия Латынина предложила дать мне по морде. Вопрос такой, не является ли Алексей Навальный проектом ФСБ? Я на самом деле не знаю, как Вадим ответит на этот вопрос. Так что мне так же интересно, как и всем остальным. Вадим, добрый день, добро пожаловать к нам на канал. Легом приветствую, приветствую всех зрителей канала. Спасибо. Значит, мы потом поговорим о вашем канале тоже. Я советую всем посмотреть на каналы Вадима, я дам их данные. А сейчас, значит, сразу же хочу впрыгнуть, что называется, в первый и долинный, долгий вопрос. Как вы думаете, Алексей Навальный – это проект какой-то силы российской или зарубежной, или он действительно независимый, совершенно бесстрашный, совершенно единственный, пока он не обвинил главу российского государства в попытке убийства единства оппозиционера, то есть его самого, вот которого, как мне все время говорили, в Кремле боялись. Расскажите, что называется, от печки. Что вы думаете? Вот микрофон ваш, мы пристегнули ремни и ждем путешествия вверх-вниз с захватывающими подробностями. Мы знаем, что в течение более чем 10 лет у Навального не было серьезных проблем, несмотря на уголовные дела, дело Киров-Леса, по которому, в принципе, он отделался легким испугом. В тюрьму сел его брат, однако это его не остановило, он не прекратил свою политическую деятельность, не прекратил деятельность своего фонда по борьбе с коррупцией и так далее. То есть если бы государства или спецслужбы реально были настроены радикально, чтобы свернуть деятельность Навального, они могли сделать это очень просто. Во-первых, им не надо было его травить, они могли его спокойно по одному из уголовных дел, доказательному или бездоказательному, посадить. Как это они сделали в 2021 году? Это было несложно. Тем более, что если вы проанализируете, например, финансовые потоки организации Навального, несмотря на то, что Леонид Волков, его председатель избирательного штаба и прочие его соратники, много раз утверждали, что они получают пожертвования через криптокошельки, через Яндекс.Деньги и прочее. Это относилось, естественно, до того, как все это было заблокировано и их организация была признана экстремистской, что они получают из множественных источников, в основном мелкими суммами, от большого количества граждан. Много лет назад я проверял эти потоки, и это совершенно не соответствует истине, потому что все криптокошельки, особенно криптокошелек на биткоин, вы можете проверить по номеру криптокошелька, на который команда Навального собирала деньги для своего фонда по борьбе с коррупцией, который признан сейчас экстремистской организацией на территории Российской Федерации. Большинство пожертвований, которые я там обнаружил, это были пожертвования крупные, от миллиона рублей до 10 миллионов рублей. То есть эти пожертвования шли не от простых граждан, а как минимум от очень богатых граждан, потому что было достаточно много денежных переводов размером от 3 до 7 миллионов рублей. То есть это крупная сумма на тот момент, это были суммы, эквивалентные 50-100 тысячам долларов. То есть это очевидно не пожертвования обычных граждан, которые могли пожертвовать по 100 рублей, по 200, по 300, по 50. Такие пожертвования тоже иногда попадались. Вы можете посмотреть список транзакций по этому кошельку, это открытая информация, но вы их обнаружите немного. По крайней мере, вот если вы отмотаете назад на 3, 4, 5 лет назад, подобных пожертвований нет. То есть подобные пожертвования приходили от очень богатых людей, и есть веские основания полагать, что эти богатые люди находились на территории Российской Федерации. То есть еще раз, если это были даже независимые богатые люди, которые не афишировали свою благотворительность по отношению к фонду борьбы коррупции Навального, они бы могли быть отслежены Федеральной службой безопасности очень легко, им бы задали вопрос, и они бы прекратили это финансирование. Тем не менее, все это продолжалось вплоть до посадки Навального в 2021 году. Из этого я заключаю, что на определенный момент администрации президента и ФСБ этот человек был, может быть, неудобен, но он был нужен для достижения каких-то собственных целей. Возможно, с помощью него можно было держать под контролем какие-то другие более опасные группировки, то есть, например, подкидывать ему информацию и с помощью него разоблачать конкурентов. Ну, то есть, естественно, у этих конкурентов особых последствий, по крайней мере, чисто внешне не наблюдалось, то есть, их не сажали, их не снимали с должностей, но, по крайней мере, такая информация могла в любое время быть объяснением, почему против вот этих вот чиновников, например, могли бы быть возбуждены уголовные дела. Каким образом я пришел к этому выводу? К примеру, было одно громкое разоблачение такого теледоктора Елены Малышевой, которая на Первом канале подвязалась множество лет со своими достаточно низкопробными передачами этакого медицинского характера. Ну, и все над ней смеялись, пока Навальный не разоблачил ее многочисленные квартиры в Нью-Йорке. Он озвучил существование у нее двух квартир общей стоимостью, по-моему, около 5 или 6 миллионов долларов. И это было объяснено либеральной публике, как результаты работы Фонда по борьбе с коррупцией, который сам наткнулся на эту информацию. Но дело в том, что я провел аналогичное расследование как раз по стопам Навального. Я обнаружил у Елены Малышевой еще несколько квартир, которые не мог Фонда по борьбе с коррупцией игнорировать, если бы они эти поиски проводили сами. Из этого я заключаю, что эта информация им была просто спущена. Из каких-то источников, например, которые не были заинтересованы либо в самой Елены Малышевой, что маловероятно, потому что она, конечно, никакого политического веса не имеет. Но вполне возможно, что нужно было просто подкинуть работы Фонда по борьбе с коррупцией эдакую фигуру для разоблачения, которую можно было легко пожертвовать. Тем более, что с ней ничего абсолютно не произошло. То есть она по-прежнему зарабатывает свои деньги на Первом канале. Но вот эти вот несколько квартир, которые Навальный не озвучил, и которые не могли быть не озвучены, если бы он самостоятельно проводил поиску по кадастровому реестру Соединенных Штатов. Потому что я нашел это буквально в течение 15-20 минут. Эти квартиры все шли в ряд, потому что все они были оформлены на ее имя или на имя ее мужа. Этого не было озвучено организацией Навального. Из этого я понял, что, скорее всего, эта информация сливается им из определенных источников. И поэтому он, скорее всего, имел некоторую протекцию, по крайней мере, от каких-то высокопоставленных чиновников или, может быть, чинов ФСБ, которые были заинтересованы с помощью него держать в узде своих конкурентов. То же самое я заключил после того, как Навальный был после так называемого отравления эвакуирован в Германию. Во-первых, там назывались разные источники финансирования его лечения, его эвакуации, которая, по моим подсчетам, обошлась около 300 тысяч евро. Я сейчас точно не помню сумму, я это расследовал как раз в 2020 году. Но сумма была где-то приблизительно 280 тысяч евро. Причем самолет для эвакуации из Омска был нанят гораздо дороже, чем, например, дешевые варианты этой же медэвакуации, которую можно было взять в Германии. То есть я специально проверял тарифы. Они взяли какую-то достаточно дорогую компанию, которая была в два раза дороже, чем их конкуренты. Команда Навального и он называли совершенно других людей, которые спонсировали его. Потом через некоторое время из других источников выяснилось, что это были совсем другие люди. То есть там наблюдалась постоянно ложь, которая была абсолютно не нужна. Если бы там было все абсолютно чисто и невинно, можно было назвать источники финансирования. Хотя бы те, которые финансировали его эвакуацию. Там фигурировал так называемый белый олигарх Чичваркин, который вложил совсем небольшую лепту в финансирование. Там был Зимин, там был некий источник в Голливуде, который его финансировал, который потом проявился, когда команда Навального уже после его эвакуации, после его выздоровления в Германии начали снимать фильм с разоблачением так называемого дворца Путина в Геленджике, который, собственно, был уже давным-давно опубликован. Это расследование еще в 2012 году. Достаточно подробное. И очевидно, что Навальный и его команда при съемках пользовались информацией, которая им была уже предоставлена. Вот там фигурировала знаменитая комната грязи. Это был всего лишь плохой перевод с помощью гугл-перевода. То есть было очевидно, что это было не настоящее расследование. Это были шаги, которые были предприняты по следам давным-давно существовавшего расследования 2012 года, куда добавили несколько пикантных деталей. Но не позаботились сделать правильный перевод, который, вполне возможно, им подкинули из англоязычных источников. Затем командой Навального были сделаны заявления о том, что этот фильм финансируется, собственно, теми людьми, которые поддерживает фонд по борьбе с коррупцией Навального, что там они пребывают в скромном отеле и так далее. На что сразу же российская пропаганда сделала контр-репортаж, с помощью своей корреспондентки из Брюсселя, которая прибыла в Германию, на ту виллу, которую снимал Навальный. Она сделала разоблачительный репортаж, где поведала о том, что месяц пребывания Навального и его команды там стоила достаточно крупную сумму. По-моему, она называла порядка 200 тысяч евро. Я перепроверил всю эту информацию и оказалось, что эта информация, как ни странно, соответствует действительности. Она была, правда, неполной. Я проверил, сколько стоила та самая вилла. Она стоила действительно столько. Помножил на количество дней, которые он там пребывал. Но выяснил, что пребывал он там не один, а пребывало там как минимум 20 человек, которые прибыли из Голливуда, из неназванной тогда, на тот момент, голливудской студии, которая, собственно, и была инициатором этого проекта. Но когда вышел фильм расследования Навальной, который был номинирован на Оскар, мы узнали, что в съемках этого фильма принимала студия HBO и CNN Films. То есть это была действительно голливудская продукция, большебюджетная. И все это стоило действительно как минимум несколько сот тысяч евро, что фонд по борьбе с коррупцией Навального и его команда скрывали. Непонятно по каким причинам. Они скрыли о том, что там присутствовала большая съемочная команда. И я проверил всю эту информацию по, собственно, расценкам той студии, на которой они снимали в том месте в Германии, где велись съемки. Это открытая информация. Эта студия предоставляет свои съемочные мощности, аппаратуру и помещение любому желающему. Они, кстати, вели репортаж прямо из этой студии. И это было показано прямо самим Навальным. Он, собственно, там и сидел за столом, точнее, за стойкой бара. Это была как раз та самая студия в Германии. А местная пресса немецкая писала как раз о том, что там происходили съемки в течение месяца. Их охраняла федеральная немецкая полиция. И все это было засекречено. То есть это была операция достаточно дорогая, в том числе и для немецких налогоплательщиков, которые в течение месяца охраняли всех этих людей, которые участвовали в съемках. То есть я считаю, что если человек ведет действительно какую-то честную борьбу или честную кампанию, он вполне мог сказать об этом правду. Она не была сказана. Также начальник его штаба Леонид Волков неоднократно лгал своим подписчикам, своим спонсорам о том, что он, видите ли, приобрел дом в Люксембурге. Это после того, как вскрылось, что он приобрел дом в Люксембурге на ипотеку. Я проверил, естественно, дом в Люксембурге был приобретен более чем за 700 тысяч евро. А только что прибывший туда Леонид Волков никоим образом при своих доходах не мог получить ипотеку в Люксембургском банке на 700 тысяч долларов. То есть это было сделано либо на деньги спонсоров, либо на деньги просто финансирования. И все это эти люди скрывали. И они по-прежнему продолжают подобные вещи скрывать. Но это как бы то, что лежит на поверхности. После того, как Навальный вернулся в Россию и был арестован прямо в аэропорту, это, скорее всего, свидетельствует о том, что Навальный перед своей поездкой в Россию последний получил заверение о том, что против него, скорее всего, если и будет возбуждено уголовное дело, то, по крайней мере, оно окончится победоносным выходом или освобождением в суде, либо легким и коротким, нескокомесячным заключением, которое, скорее всего, Навальный готов был пожертвовать. Естественно, он был не готов жертвовать ни тремя, ни девятью, ни девятнадцатью годами заключения. Так что здесь, скорее всего, те, которые давали ему подобные обещания, либо не смогли их сдержать, либо это заранее было принято решение о том, что этого человека пора закрывать. То есть его срок годности, срок годности его пользы для администрации президента, возможно, истек. Поэтому, собственно, он находится сейчас в тюрьме. То, что делает сейчас его команда, независимо от него, из студии в Лондоне, и Леонид Волков, насколько я понимаю, находится где-то между своим домом в Люксембурге и между Берлином. Они это делают, скорее всего, продолжая собирать деньги, во-первых, с крупных и мелких спонсоров, и они делают это достаточно независимо от самого Алексея Навального, с которым, скорее всего, просто нет никакой связи. Но эту машину вряд ли кто-то сейчас будет останавливать, потому что это весьма прибыльно. Поэтому вывод такой. Кто бы первоначально не задумывал этот проект, господин Навальный всегда-всегда все равно был себе на уме и имел собственные амбиции, так же, как господин Ленин, несмотря на то, что его финансировали как из немецкого генштаба, и в пломбированном вагоне его транзит в Петроград обеспечили, как швейцарская полиция, так и немецкий генштаб, так же и деньги с Уолл-стрит, которые он получал, все равно господин Ленин был себе на уме, что и показало его последующая деятельность. То есть деньги они брали охотно, так же, как и Троцкий, с ведущих банков Уолл-стрит. На эти деньги делалась революция, на эти деньги издавалась газета «Искра». Но, тем не менее, группа этих товарищей имела собственную повестку дня, и своих спонсоров они, с одной стороны, подвели, по крайней мере, немецкий генеральный штаб они подвели, но лишь частично, заключив, правда, Брестский мир и выведя Российскую империю, ну, точнее, уже РСФСР из войны, освободив таким образом немцам возможность воевать на Западном фронте. Но далее они начали отвоевывать все те местности, которые по Брестскому миру отходили к Германии. Мы знаем, что практически треть европейской России отошла к Германии, то есть вся Украина практически. В ближайший срок эти территории были деоккупированы. Поэтому здесь, конечно, Ленин обманул своих спонсоров, и в конечном счете обманул он и его последователь Сталин, спонсоров с Уолл-стрит, последовательно национализировая некоторые из промышленных объектов, которые он обещал не национализировать. Однако, например, фирма Вестенгауза, фирма Сименса и интересы Ротшильда в Баку продолжали выкачивать бакинскую нефть еще достаточно долго. То есть, насколько я знаю, бакинские скважины были национализированы в конце 20-х годов. То есть, какое-то время и Ленин, и Сталин соблюдали эти договоренности. Тем не менее, в конце 30-х годов полностью все промышленные объекты, которые были, скорее всего, по скрытым договоренностям были обещаны Лениным как объекты, которые не подлежат национализации, все-таки они были национализированы. Поэтому приписывать Навальному полностью позиции марионеткой или пешки в руках каких-то спецслужб, как западных, так и российских, было бы абсолютно наивным. Кстати, я хочу напомнить всем, смотрящим этот сюжет, что Навальный прошел стажировку в Ельском университете по программе Yale Fellowships, и эта стажировка проходила в течение шести месяцев. Как вы понимаете, скорее всего, простых юристов каких-то недавно окончивших высшее учебное заведение в России туда отбирать не буду. Тем более, что Ельский университет – это университет, в котором находится тайное общество черепа и костей, выпускниками которого являлись Джордж Буш-старший, Джордж Буш-младший, госсекретарь Джон Керри, несколько других президентов в Соединенных Штатах. И это общество выпускает каждый год по 15 человек. Естественно, наивно полагать, что Навального туда приняли, потому что принимают, конечно, членов влиятельных американских семей, хотя сейчас начали принимать даже чернокожих последние 3-4 года. Но тогда это было невозможно. И это, конечно, касалось всех тех, кто проходил обычное обучение, 4-5-летнее обучение в Ельском университете. Навальный туда приехал лишь на стажировку на 6 месяцев. Дочь его поступила в Стэнфордский университет. Обучение там стоит около 100 тысяч долларов за год. Поэтому тоже откуда-то эти деньги взялись. Так что, на мой взгляд, нельзя смотреть однобоко на то, что Навальный был проектом, или он выполнял в определенные моменты интересы только каких-то так называемых фиктивных башен Кремля. Скорее всего, он выполнял и определенные задачи каких-то западных спецслужб и финансовых элит. В чем заключалась его задача? Возможно, заключалась его задача в том, что его видели как будущего преемника, по крайней мере, выращивали как преемника. Так же, как и Зеленского, скорее всего, выращивали тоже на должность президента. И как мы сейчас смогли убедиться, это происходило задолго до того, как он официально выдвинул свою кандидатуру. Поэтому я бы смотрел на это именно таким образом. Понятно. Есть несколько вопросов по тому, что вы сказали, а потом пару вопросов развития. Ну вот, скажем, вы сказали, что не было договоренности ФСБ и Навального, а его посмотрели на него и решили использовать. Есть какие-то конкретные доказательства этому или это просто предположение? Абсолютно никаких доказательств нет. Это просто предположение, потому что Навальный не выглядит глупым человеком. Он совершенно отчетного представлял себе риски, что после того, если он реально считал, что его пытались отравить... Я сейчас о самом-самом начале. Вы сказали, что его ФСБ, ну или там башни Кремля, или там сам Кремль, не знаю, там какие-то там силы мощные в России, они создали... Не создали его, а вот он появился, и на него обратили внимание, и решили не вербовать, а просто использовать, потому что у него определенный характер. Ведь он сначала был ультра, как они говорят, националистом. То есть имеется в виду шевинист. Националист-шевинист он там говорил про грузин, что они там... Грызуны. Грызуны. Предлагал подбили себе клокерлатыми ракетами, называл украинцев ему укры, всякие другие вещи, говорил про других людей, живущих на территории России. А потом, значит, он там Крым не бутерброд, не отдадим. С другой стороны, почему-то после этого его любят там Альбац-либералы и тому подобное. Мне, так сказать, я уже много раз говорил и в выступлении сказал, но мне во время интервью Юлия Латырину, у которого я спросил, что вот народ говорит, что может быть Навальный является значит продуктом или там, так сказать, проектом КГБ, ФСБ, она мне ответила таким очень интересным образом. Она мне сказала, за такой вопрос можно и по морде получить. То есть даже вопрос такой нельзя называть. Что сразу же вызывает у меня ощущение, что его почему-то нельзя трогать, потому что боятся. Кроме того, когда я говорю что-то негативное о Путине, то такое задевающее, не просто общее, а задевающее, то на меня сыпятся троли, так называемые. А когда я говорю что-то негативное о Навальном, на меня сыпятся в 10 раз больше, значительно более злых, профессиональных троли. Я уже давно научился их от любителей отличать. Ну, к примеру, вот это его фильм расследования о так называемом дворце в Геленджике, он вышел и буквально в течение одного дня на полу набрал 10 миллионов просмотров. Я вам могу сказать точно, так как я работаю приблизительно с самого начала Ютуба, с 2007 года, 10 миллионов просмотров политического контента, какого бы то ни было известного политика, за один день просто так, без помощи Ютуба и без помощи определенных фирм, которые обеспечивают накрутку лайков и продвижение роликов в сети, невозможно. То есть там были, я смотрел на первые же комментарии, первые несколько сот комментариев, ни два, ни три, ни десять, ни двадцать, ни сто. Первые же комментарии в количестве сотен штук это были однотипные комментарии. То есть было очевидно, что для продвижения этого ролика, так же, как и многих других его роликов, просто этот был одним из самых успешных роликов в свое время, там были задействованы фирмы, которые обеспечивали накрутку ботами. То есть либо это был Ютуб, задействован непосредственно, и таким образом они обеспечили накрутку лайков и просмотров. Либо это были другие медиа-организации, которые, как правило, вот этими теневыми способами обеспечивали накрутку. И, естественно, кто такое может обеспечить в России? Только спецслужбы, только вот эта вот, например, Пригожинская организация, которую приписывали вот этих вот так называемых ольгинских троллей, лахты и так далее. Либо это был сам Ютуб, либо это были спецслужбы, связанные с Ютубом. Мы же, в принципе, знаем, что и Google, который является владельцем Ютуба, это креатура спецслужб. Мы знаем, что отец Сергея Брина работал на Национальное агентство безопасности в качестве математика, криптографа. То, что вы сейчас в его биографии не увидите. Раньше это можно было увидеть из открытых источников. Сейчас вы это не увидите. И просто Сергей Брин предложил удачную идею. И с помощью своего отца он смог достучаться до спецслужб. И они увидели в этом интересный инструмент для слежения и влияния над людьми. Поэтому вот здесь вот то, что произошло с Навальным, если это была накрутка со стороны Google и YouTube, то здесь совершенно логично, что ему эту накрутку обеспечивали с западной стороны, так называемой. Если нет, то это будет. Смотрите, я раздумываю, что это, скорее всего, российские дела, потому что Россия имеет полный контроль над тем, что на территории России, по крайней мере, с тех компьютеров, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации, что показывается, что не показывается. Если бы им шибко что-то не нужно было, то ровно через два часа, проследив, что идет такой взрыв потрясающий, они бы это остановили. У меня есть опыт. Мой первый миллионный ролик был о детстве Путина. И за два или три дня он вышел на миллион двести тысяч человек. И в этот момент любая подписка с Российской Федерацией у меня остановилась на год и четыре месяца. Потом прошло полтора-два года. В начале украинской войны я выпустил шесть или семь роликов. Они все вылетели в миллион, полтора миллиона, миллион восемьсот и тому подобное. И вот когда вышел шестой такой ролик, больше на территории Российской Федерации ни один человек не мог увидеть их. То есть, когда бум, что-то выскакивает, они останавливают. Причем я практически гарантирую, что это не наши, потому что я проверял. Меня наши тоже по всяким причинам. Я там не очень хорошо об Аббайме говорил, там совсем нехорошо об Айдене говорил. Поэтому меня здесь тоже останавливают. В прошлом году восемь раз вырубали на Ютьюбе и шесть раз на Фейсбуке. Но это конкретно, вот это было не их рук дело. Как мне объяснить, это не наши, а это там на приеме. Так что, как только идет какой-то всплеск и видят этот всплеск ФСБ, или там кто-то, кто следит за этим, то они этот всплеск останавливают. Если они не остановились, значит, это их собственный всплеск. А вы еще говорите, что это фильм, который практически не был снят или сделан Навальным, а он был до того готов, и добавлены какие-то еще подробности, правильно? Ну, Навальный реально находился в студии, он довольно реально оттуда вещал, то есть его вступление вещалось оттуда. Фильм сам по себе никакой художественной и документальной ценности не представляет, потому что ничего нового они там не сказали. Никакие подробности о самом Навальном, о котором люди бы не знали о нем, по крайней мере в России, там не было сказано. Тем не менее, фильм был номинирован на Оскар. А вот этот вот самый ролик о Геленджикском дворце, он в первой же неделе набрал, по-моему, 134 или 135 миллионов. То есть очевидно, независимо от того, хотели ему придать какой-то момент с российской стороны или нет, скорее всего, не хотели. Остановить они это не могли, потому что это могли раскручивать чисто в виртуальном пространстве и без реального вмешательства зрителей на территории России. Вмешательство зрителей на территории России абсолютно не нужно. Это можно все сделать технически. Я просто могу привести пример. Первый ролик в истории Ютьюба, который набрал миллиард просмотров, это ролик корейского исполнителя. Псай, да. Этот исполнитель не был известен никому. И, как вы знаете, в Южной Корее проживает несколько десятков миллионов человек. Я сейчас точно не помню, но там, по-моему, 50 миллионов человек. У северных корейцев интернета нет, вы можете их списать. Ну, есть еще несколько, скажем, миллионов корейцев, проживающих в Соединенных Штатах и в нескольких других странах. Если бы все эти люди организованно устремились смотреть этого исполнителя, о котором никто не знал, то все равно бы этот ролик за пару недель не набрал бы миллиард просмотров. Значит, очевидно, ему обеспечили накруткой этот миллиард просмотров. Поэтому, скорее всего, ни корейцы, ни даже просто корейская музыкальная поп-индустрия не имеют отношения к раскрутке этого музыканта, к нему имеют отношения совершенно другие структуры и другие люди. Также в случае Навального реальные зрители на территории Российской Федерации, возможно, никого и не интересовали. Так же, как и зарубежные зрители. Потому что нужно было придать этому ролику весомость в виде просмотров и лайков, а потом уже можно было сказать, вот посмотрите, насколько популярный этот ролик. Его уже просмотрело практически все население Российской Федерации. И это при том, что, скорее всего, его увидела только треть или треть, может быть, взрослого населения городского. Хорошо. Давайте зайдем немножко с другой стороны, потому что мы начали уходить от темы, которую я пытаюсь понять. В том, что вы рассказывали, прозвучало следующее. Очевидно, Навальному, когда он из Германии ехал, сказали, что приезжай, не волнуйся, мы тебя там на 3-4 месяца, не знаю, на 6 месяцев посадим, особенно ничего больших дел не будет. Значит, для того, чтобы Навальный поверил, что это человек не врет, этот человек должен быть очень высоко где-то, правильно? Он должен быть либо очень высоко в Кремле, либо очень высоко, скажем, назовем до ФСБ. То есть он должен быть человек, который сказал, не волнуйся, все в порядке, ты прикрыт. То есть мы уже, если это так, понимаем, что Навального прямой выход на каких-то людей в ФСБ, которые говорят, не волнуйся, ты сказал, что по заданию или сам по себе, ты сказал, что Путин лично ответственен за твое отравление, но тебе за это ничего не будет, приезжай обратно. Неважно, обманули, не обманули, сейчас не в этом дело. Значит, второй момент, это, а, собственно, его отравили, да? Ему стало плохо. Представим себе, что его отравили по заданию Путина. И вдруг его, кто-то, разрешает ему улететь из России в Германию, где бы сейчас, где сейчас быстро выяснить, чем его отравили. А, значит, то есть сами люди, которые его отравили, они разрешают ему уехать, не умереть, они пытались его отравить, чтобы он умер, да? Зачем же еще отравить? Уехать в Германию, где его, возможно, вылечат и, возможно, выяснят, что его отравили. Вот, рассказывая о том, что одна рука не знает, что делает другое, ну, это, извиняюсь, так сказать, неправда. Потому что, если это пришло сверху, если пришло от Путина, то я не советую никому на территории Российской Федерации вот так нагло вмешиваться в задачи Путина, потому что по выбиванию из жизни единственного и главного оппозиционера, как он стал единственным и главным, тоже это отдельная еще история, но неважно. И вот, что вы думаете по этому поводу? Почему его не становились, если его отпустили? Я хочу сказать, что я лично не верю в то, что его отравили. И я не думаю, что даже он в это верит. Я могу объяснить, почему. Во-первых, попыток отравления, по его же, собственно, словам, было две. Первое, во время его каникул с женой в Калининградской области, когда вместо него какую-то воду попила его жена, и у нее наблюдались слабые симптомы, которые потом наблюдались у него в августе 2020 года. Я лично не считаю, что сотрудники ФСБ настолько некомпетентны, что в течение нескольких лет с командой врачей и оперативников, которые следовали за ним практически везде, как утверждали, расследование его службы, и его друзей из вот этой вот организации Bellingcat и так далее. Я не могу поверить в то, что они не могли найти способов устранить его способом, ядами или какими-то другими способами на территории Российской Федерации, причем совершенно тихо и без шума. Вот в такую бездарность сотрудников ФСБ я не могу поверить. Я могу поверить, какие-то провальные операции в другом. В Лондоне они легко людей убирают, а у себя дома не могут. Во-первых, было показано, что и в Лондоне это не очень легко, и шума было много, и какие-то экзотические способы всегда называются. Хотя существовали и существовали десятки проверенных способов практически бесследного отравления, которые практиковались в КГБ на протяжении 40-50 лет. Эти способы существовали там с начала 60-х годов, да еще и при Сталине они разрабатывали. А тут выбирают какие-то экзотические способы, и все не удается. Я в это, извините, не могу поверить. Я не думаю, что даже он был убежден в этом, потому что вот это описание его же команды, что вот эта вот Мария Певчих приехала в отель вместе с кем-то из его команды, и они забрали эти бутылочки, из которых предполагалось, что он попил, и они были отравлены. И эти бутылки абсолютно безо всяких мер предосторожности, без перчаток, просто были привезены в багаже, и были, самое главное, выпущены представители пограничной службы ФСБ из России. Вот в это я никак не могу поверить. Я понимаю, что потом рассказывали всем историю про трусы, но ведь сперва рассказывали историю про бутылочки воды, которые были показаны на фотографии. Причем я только должен сказать, что интересная штука. Вот Мария как бы взяла, опять же, рукой просто схватила эту бутылку, там было три четверти или половины, она была, так сказать, неполная. Она проницательная шпионка, детектив, подумала, возьму-ка я эту недопитую бутылку, потому что, может быть, именно из этой бутылки отправили Навального. Взяла эту бутылку, положила и повезла. И даже они сдуру рассказывали, что она просто вот с этой бутылкой в ковиде самолета была. А меня что-то последние 15 лет никто с бутылками воды, особенно открытыми, в ковиду самолета не пускает. В ковиде, предположим, нет, но в багаже она могла ее провести, но я не думаю, что она настолько глупа, чтобы везти бутылку, в которой содержалось, по предположению, отравляющее вещество, чтобы она засунета и чтобы они вообще прикасались к этому. Ведь они же не могли знать, какая часть бутылки отравлены. Внешняя, внутренняя, вода отравлена или что. И самое главное, кто из менеджмента отеля, зная, что там проводилась операция, они не могли об этом не знать, потому что наверняка туда входили и выходили люди. Радили ей что-то забрать. Радили ей что-то забрать через час после того, как Навальный из этого номера выехал. Ну и самое главное, номер отеля, в котором они были, «Ксандр-239». То есть это вот тот самый пресловутый избирательный участок Владимира Путина 2039, на котором он голосовал в течение первых пяти лет своего президентства. Потом он начал голосовать по участку Академии в Академии наук с другим номером. И вот мне вот эта вот корреляция вот этих номеров 239, Путин голосующий. А почему, собственно, вы скажете, а какое отношение к этому имеет Путин? Ну потому что как бы Путин и Навальный это антагонисты, Навальный его главный критик. А самое главное, что Навальный пришел в себя, принял Ангелу Меркель у себя в палате госпиталя в Берлине, и там он пытался ее убедить, чтобы они закрыли проект «Северный поток-2», трубы для которого выпускает Челябинский трубопрокатный завод, цех высота 239. Отправка первой партии труб для трубопровода «Северный поток-2» состоялась 23.09.2016 с подписью Путина. И Путин неоднократно бывал и устраивал фотосессии еще в быту своей премьер-министром на фоне цеха высота 239. Вот это мне показалось весьма неправдоподобным. Почему цифра 239 вызывает у вас какой-то интерес? Я понимаю, что если она повторяется, то это просто забавно. С моей точки зрения, с вашей это не просто забавно? Мне стало забавным то, что эта цифра всплывала в 2012-2013 году, а после речи французского министра иностранных дел и представителя Белдербергского клуба, который неоднократно бывал на собраниях Белдербергского клуба, из года в год Лорана Фабиуса вместе с госсекретарем Джоном Керри во время совместной пресс-конференции они вышли к публике и Лоран Фабиус сказал, что нам угрожает климатическая катастрофа и при этом он показал определенный знак одного из известных тайных обществ, ну а букву М, который заставил меня тогда еще обратить внимание на этот знак. И я посмотрел на дату выступления и на какую дату приходились вот эти из течений 500 дней, после которых должно было предстоять климатическая катастрофа. И представляете, что это за день был? Это было 23-е, 9-е. И после этого в течение 6 лет я пытался найти объяснение, почему рядом с климатическими катастрофами, землетрясениями, падениями, комет, взрывами и так далее стоит число 239 или его производные, если менять цифры 293, 329 и так далее. И наконец, после 6-летних поисков мне это удалось, я написал отдельную книгу, которая так и называется «239. Код мессианской эры», которая, кстати, продается и в Соединенных Штатах. И, собственно, после этого я понял, что это является кодом. И вот когда я увидел Путина на фоне фотографии цеха «высота 239», который по официальной версии назван «высотой 239», потому что якобы топографическая высота этого цеха 239 метров, что не соответствовало действительности, потому что я проверил старые топографические карты ни при Советском Союзе, ни в 1930 каком-то году высота этого холма не составляла 239 метров, даже близко. Поэтому я понял, что трубопрокатный завод Челябинский и его самый передовой полностью компьютеризированный цех с этим названием, который неоднократно посещал Путин, имеет некое другое предназначение, чем просто случайный цех со случайным названием «высота 239». И я стал присматриваться. И когда я увидел, что комната в отеле «Ксандр», в которой якобы отравили Навального, была под номером 239, чтобы потом подтверждено по первому каналу, Киселев туда приехал, и даже в этой комнате как бы по официальной версии провел репортаж оттуда, якобы даже он там переспал, побрился, по крайней мере, на камеру, я понял, что здесь это показано не случайно, потому что вот первая инициатива Навального, когда он пришел в себя, и он сказал Ангеле Меркель, что он ратует за то, чтобы Северный поток был закрыт, а Северный поток ассоциировался как раз вот с Челябинскими трубами, с цехом высота 239. Вот, собственно, поэтому и она начала присматриваться. И, на мой взгляд, это отравление было абсолютно сомнительным. То есть, на самом деле, никто его не травил, с вашей точки зрения? Я думаю, что с его точки зрения его тоже не травил, потому что вряд ли он отважился на возвращение после того, как он знает, что было принято решение о физической ликвидации. Я не думаю, что сам он верил в это. Ну и, кроме того, он же заявил, что его отравили по непосредственно прямому указанию президента Российской Федерации, а именно Владимира Владимировича Путина. После чего, обвинив руководителя, хозяина страны в том, что тот убийца, ехать обратно было как минимум глупо. Ну и единственное, что если помощник, скажем, того же самого Путина, ему сказал, или руководитель ФСБ сказал бы, «Да не волнуйся, ты все будет в порядке, и отсидишь три месяца за клевету по пьяни, и тебя отпустят». Ну, Навальный, на такого идиота не похож, чтобы после того, как его по устоявшемуся мнению отравили, что он после этого подумал, что все улажено, и ему грозит несколько месяцев на крайний случай. Поэтому вряд ли бы он пошел бы на такой риск. Но вы только что сказали, я сейчас не ловлю вас, а говорю, пытаюсь развивать логически, что очевидно, он поверил, что ему за это ничего не будет. Да, и в свое отравление руками ФСБ он, скорее всего, не поверил. Независимо от того, что они раскручивают. Да, но тем не менее, кто-то ему сказал, у меня другая теория, у вас теория, что он дурак, расслабился и поверил, а у меня теория не поверил. Я как раз только что сказал, что он не дурак и не мог расслабиться. А почему он тогда приехал? Почему приехал? У меня единственное объяснение. Его заверили, что серьезных последствий не будет. Ну, он поверил? Он дурак. Ну, я бы не сказал, что он дурак. Если его ввели в заблуждение, то кто-то из людей, который по его мнению имел контакт с высокими чинами ФСБ. По его мнению. Это же не значит, что так было на самом деле. Правильно. Значит, некий человек, который по мнению Навального представлял мнение Путина или кого-то там, так сказать, наверху, сказал ему, не волнуйся, приезжай, ничего не будет. То есть, поверил он в это, да? То есть, поверил, да. У меня другая теория. Ему просто приказал человек, который его куратор. Куратор проекта сказал ему, возвращайся обратно. И дальше никто ему не говорил, будет, не будет. Просто приказ пришел, возвращайся обратно. Он приехал обратно. Это, с моей точки зрения, намного более, ну, скажем, так сказать, логичная версия. Ну, куратор проекта тогда означает, что отравление было настоящим, и Навальный получил такой приказ. Настоящим. Почему настоящим? Просто все это для чего-то разыгрывалось. Что-то сделали для того, чтобы Меркель или кто-то, что-то такое. Значит, во-первых, вполне возможно, что разыгрывалось для того, чтобы показать миру, какой он мученик, для того, чтобы готовить его в президенты. Это самый легкий вариант. И мир узнал, какой он мученик, и мир узнал, что о нем фильм. Вот фильм его получил, Оскара, и поехал туда, так сказать, HBO и CNN, и вбухались туда, это не сотни тысяч долларов, это пару миллионов. Вот. Вбухалось туда пару миллионов для того, чтобы снять этот фильм. Потом его протащили, приняли совершенно бездарный фильм. Потом привезли потрясающе одетых, очень дорого одетых жену и дочку. Дочка учится у нас, утверждая, что она учится как неимущая. Как стипендер. Неимущая. Ну, поверить в то, что просто так Стэнфорд дает неимущим из-за границы 100 тысяч долларов, дарит. Я не могу. Значит, одну из звук, либо, как вы сказали, кто-то платит за это, либо просто наша спецслужба, которая работает с Путиным, или там с его людьми, и которая тоже согласилась на то, что Навальный может быть одним из преемников. И, так сказать, это отдельный разговор, длинный и долгий, что такое работает наша спецслужба, но Бернстон точно работает в связке с, так сказать, мы, что называется, втравили Россию. Ну, и, по крайней мере, мы облегчили России решение, так сказать, воевать с Украиной, выходить в Украину. Значит, зачем это опять 16-е дело? Ну, мы точно работаем с Патрушевым, мы точно работаем с Путиным, мы точно работаем со всякими людьми, которые, которые вот те самые, которые могут говорить человеку, возвращайся обратно. Значит, ему сказали, возвращайся обратно, вернулся обратно. Не его дело, что с ним сделают. Он человек, которым командует. Но он может на этом выиграть и стать первым лицом в Российской Федерации. Это да. То есть, мы с вами установили несколько страннейших вещей сейчас. Значит, я сейчас никак не касаюсь 239, потому что, ну, вот, так сказать, для меня это курьез, для вас-то значительно более серьезно, вы понимаете про это дело. Но сейчас, честно говоря, в это дело мы влезать не можем, потому что мы уже очень много по другим темам разговаривали. Значит, мы поняли, что ФСБ либо командует им, либо, по вашей версии, решило его использовать, когда он, так сказать, выскочил и, так сказать, вполне возможно, что он засветился, он понравился, его характер понравился, его проанализировали и, так сказать, сделали ему предложение, от которого практически невозможно отказаться. Правильно? Это легко. Либо там садишься, либо, так сказать, вся твоя семья, и тогда-два, либо ты с нами работаешь, и у тебя есть замечательная возможность стать кем-то очень большим и очень главным. Вот. Значит, мы выяснили, что большое количество людей посылали ему, а не по чуть-чуть, то есть небольшое, небольшое количество богатых людей посылали ему по 50-100 тысяч долларов, а не мелкими посылками, там, сотни тысяч людей. Это было от одного до 10 миллионов рублей. Значит, это либо олигархи, либо службы, то есть либо государства, либо богатые люди. Таких доноров легко отследить, я с вами совершенно согласен. Совершенно верно. И прекратить доступ денег. И их почему-то, зная их, отследили легко, так сказать, нет проблемы. Их легко сказать им, все, остановились, больше не делаем, или просто наказать. Этого не делалось. То есть, почему-то ФСБ разрешало им это делать. Значит, с его помощью похоже, и это очень входит в мои всякие теории, изобличали кого-то, кого сверху разрешали, изобличать, там, скажем, Медведева, там, что-то еще. А когда, значит, посыпалось, что он не изобличает Путина, то вот, пожалуйста, создали фильм о Путине, который, как вы, так сказать, тоже говорите, не совсем геренжикетом, и тому подобное, не совсем новые материалы, а были. Значит, его подкидывали материалы о Лене Малышевой, и если бы они занимались этим делом, они бы обнаружили не две квартиры, а значительно больше. Вы их, как вы сказали, за 15 минут обнаружили. Почему-то остальные квартиры не обнаружили, ее не тронули. Может, ей еще и дали какие-то денежки за то, что ты успокойся, не волнуйся, мы просто две квартиры у тебя отберем, остальное мы трогаем. Не будем, и она продолжает заниматься своим потрясающе важным и нужным делом на телевидении. Это скобка была, и с улыбкой насчет потрясающе важного. Значит, ему кто-то оплачивает лечение, если ему заплатили за это, он обязан показать это в налоговой. В налоговой он показывает, что он получает 450 тысяч рублей в месяц, это где-то 4,5, ну, 5 тысяч долларов максимум по сегодняшним деньгам, но при этом они порядка 10 раз с женой, с детьми, или там просто с женой, ездят за границу и держат дочку в Америке, при том, при том количестве денег, которые, значит, вот, они оплачивают. Значит, Навальный врал, кто оплачивал ему перелеты туда, перелеты сюда, а потом то Чичваркин, то Зимин, то какие-то, потом, так сказать, выяснилось, что это голливудские источники финансирования, то есть, в Риме убираемся в том, что это какие-то богатые люди на территории России, которые легко отслеживаются путинской, скажем, командой, да, и какие-то люди здесь, которых я бы назвал, там, либералы, там, что-то еще, потому что HBO и CNN, это у нас, так сказать, абсолютно, абсолютно, как у вас там, как у вас Альбатс, например, да, вот, кстати, которая явно ведет и защищает всеми силами Навального, который, как мы уже знаем, говорил, там, ракетами по Тбилиси, там, и т.д., и т.п., кстати, вот еще один вопрос к вам есть, и мы уже двигаемся, честно говоря, к концу, потому что мы уже давно общаемся, вот я смотрю, что у вас даже уже изменилось освещение, пришлось включать свет на лицо, да, а, значит, вот у Навального были всякие странные вещи, типа, вот он, по-моему, пять, если не ошибаюсь, получил условных дел, вот, с моей точки зрения, в СНТЕ висит одно-два, так сказать, условных обвинения, и ты что-то еще делаешь, что, по-моему, должны как бы условные переделаться в безусловные, хотя, так сказать, я могу ошибаться, и второе, это... Но его могли не выпустить за границу даже на лечение, потому что не уголовное дело, хотя бы по этой причине не нужно было прикрепить. Не только на лечение, ему это выпускали, и на границу, ладно, лечение, это emergency, его ловили камерой в аэропорту в день, когда он назначил несанкционированную встречу и митинг в Москве, там, прямо в центре Новости Горького, вечером митинга, в котором избивали людей, черти, что делали с ними, а он в этот день с женой улетел и вылетали в Турцию, его тоже снимали там, так сказать, видели, люди лежали в этот же самый день, в этот же самый момент, имея в этот момент то ли два, то ли три условия. Вот это вот, как это сообразуется с российскими законами и как это может быть, если ты не работаешь на ФСБ? Ну, то, что что-то не сообразуется с российскими законами, это легко себе представить, потому что законы включаются только тогда, когда есть политическая воля их применить, а когда ее нету, они не работают. А вот то, что противоречит здравому смыслу, если человека пытается убрать с политической арены, все, что нужно, это превратить условное дело за любое нарушение в безусловное. То есть условный срок в настоящий срок, и это можно было сделать давно, еще 5-6 лет, 7 лет назад и не применять никаких радикальных мер, которые могли бы вылиться в огромный скандал, как по типу этого так называемого отравления. Ведь это действительно радикальная мера, зачем на нее было идти, если проще было совершить хотя бы то же самое, что было сделано и в январе 2021 года. Просто его закрыть. Это можно было сделать гораздо раньше. Можно было его не пускать на выборы мэра в 2013 году, мэра Москвы. Это было просто. Тем не менее, ему разрешили баллотироваться. Значит, все это было сделано с позволения администрации президента, потому что, по крайней мере, на тот момент они заключили, что этот человек, первое, не опасен для системы, все равно он набрал, по-моему, порядка... 23%. Порядка 30, там, 27... По-моему, 23%, но не важно. Да, не важно. Много, но недостаточно. То есть он не нес угрозу даже мэру Москвы Собянину, а тем, что они его допустили, как раз был проявлен эдакий жест доброй воли и так далее. Ведь его можно было и не проявлять, и все. И этот человек просто был бы убран достаточно надолго с политической сцены, потому что легитимация его допуском баллотирования на постмэра Москвы, она его легитимизировала в лицах, то есть перед лицом людей, которые до этого о нем даже не знали. Или знали о нем, как о достаточно право радикальном политике. То есть ему позволили выйти на общероссийскую и международную арену, правильно? Это первое, а вот это отравление придало ему международную подлинную известность, которой у него не было. Манделла. Почти. Ну, тип операции под названием, так сказать, наш Манделла. Ну окей. Ну хорошо. Значит, с моей точки зрения мы с вами очень много интересного сегодня, ну скажем, повыясняли. Я очень рад, что и в чем-то у нас не сходится мнение, мы о чем-то, так сказать, даже поспорили, что всегда приятно. Вот. И я бы хотел уже двигаться к концу, заканчивать и, ну во-первых, еще раз сказать, что у Вадима, посмотрите, я внизу под этим видео, я там сноску, есть несколько каналов, у него книги, которые продаются как по интернету, так они просто в книжных магазинах, так сказать, в Америке, в Канаде, я так понимаю, тоже есть. Но в любом случае всегда можно погуглить и у него безумно интересные книги о том, чем о всякой и оккультизме, которым занимаются наши элиты и международные. Ну и, так сказать, многое другое. Я думаю, что в нашем разговоре вы увидели, что Вадим человек интересный, глубокий, с большими знаниями, как я сказал в начале во вступлении, знает аж 10 языков и, значит, на них читает и, как бы, он тоже читает, еще и понимает то, что он читает. Да, иногда понимая, но вот мы, кстати, забыли упомянуть про то, что Навального приравняли к Осирису и это приравнивание произошло со стороны не каких-то оккультистов, а телерадиовещательной компании BBC. И этот вывод я сделал гораздо раньше, а в этой статье я нашел всего лишь подтверждение, что как раз вот наличие ассоциаций конкретных политиков с определенными эзотерическими архетипами показывает то, что этих людей ведут и ведут не из какой-то там башни Кремля, а ведут в международном масштабе, потому что, естественно, было бы наивным полагать, что, например, ФСБ или Кремль контролирует BBC, CNN и Fox News. Тем не менее, мы видели сравнение Навального и Зеленского фактически с Осирисом и из уст самих политиков. Вот интересно. Кстати, вот что мне понравилось, вот мы с вами когда разговаривали, вы мне рассказали о статуэтке Оскара. Вот давайте мы на этом закончим. Давай. Расскажите мне про статуэтку Оскара безумной, потому что это имеет непосредственное отношение к Навальному. Значит, в Древнем Египте во времена старой генастии существовал культ божества Сакара. Он имел функции, которые позже займет в Египетской Троице Осирис. Но между Сакаром и Осирисом существовал промежуточный вариант, то есть длительное время после Сакара был такой композитный образ и этим образом служил бог Птах. И вот этих вот Сакара, Птаха позднее и еще позднее Осириса, когда культ Осириса вытеснил культ Птаха и Сакара, изображали обычно с перекрещенными на груди руками с жезлом, который Осирис, а до него Птах и Сакар держали в руках по образцу статуэтки Оскара, которая была введена в оборот в 1929 году в первый раз. Если вы просто посмотрите на латинизированную аббревиатуру, то, собственно, Оскар это и есть Сокар. Мы поменяли местами, да? Просто поменяли местами. Кстати, есть азербайджанская государственная нефтяная компания Сакар, и, кстати, господин Зеленский буквально сразу же после его избрания президентом сделал фотографию на фоне офиса и бензозаправки Сакар. Чем он подтвердил, что Зеленский, Зеленский, Зеленый Зеленский является архетипом Осириса, потому что до этого я всего лишь это предполагал, потому что Зеленский часто фигурировал вместе с Навальным, которого измазали зеленкой несколько раз, три или четыре раза, причем фотографии Навального измазали зеленой. Почему Зеленый? Почему Зеленый? Потому что Осирис в египетской иконографии обычно на всех барельефах изображался зеленым лицом или зеленым или темно-синей кожей, поэтому Осирис считался всегда зеленым человеком, а в шотландской и в кельтской мифологии существовали зеленые человечки, которые почитались и почитаются, например, на розенской капелле в Шотландии, знаменитой розенской капелле, которую фиклировал у Дэна Брауна в коде да Винчи, есть зеленые человечки, они есть на многих готических соборах в Европе. Сент-Патрик Дэй, да? Святой Патрик, да, и самое главное, что Святой Патрик не почитался как главный христианский католический святой даже в его родной Ирландии, которую он христианизировал, изгнал оттуда змей, по легенде. Ирландия считается зеленым островом, это второе ее название, изумрудный зеленый остров. И вот Святой Патрик, несмотря на то, что он совершал свои чудеса в 11 веке, после этого прошло еще практически 800 лет, почти 800 лет, пока Джордж Вашингтон для своих ирландских солдат континентальной армии не ввел выходной, который нужно было отмечать естественно выходным, праздником, плясками и пивными возлияниями. И это то, что происходило на тень разлития Нила, который был посвящен Осирису в Древнем Египте. И праздник Осириса происходил в 17-й день Древнеегипетского месяца Атира, который соответствует дню, третьему дню Григорианского, прошу прощения, 17-му дню Григорианского календаря третьего месяца, который является март. Таким образом, 17-я Атира это третий месяц египетского календаря, 17-й его день, а 17-е марта, когда празднуется день Святого Патрика, который был введен для своих солдат ирландских Джорджем Вашингтоном, и с этого момента праздник Святого Патрика стал отмечаться зелеными цветами, возлиянием пива и так далее, и в том числе стал праздноваться в Ирландии с начала 80-х годов уже 20-го века. Поэтому те, кто просто думают, что праздник Святого Патрика это древний ирландский праздник, совершенно неверно. Это праздник Осириса, да? Этого праздника не было в календаре, католическом календаре католической Ирландии, он был введен лишь в 1980-м или 1981-м году. И, собственно, сейчас он существует как универсальный праздник в странах, которые даже не имеют никакого отношения к католичеству, даже празднуются в России и так далее. И вот в прошлом году Нэнси Пелози выходит на пол Сената США и зачитывает всем стихотворение знаменитого оккультиста ирландского рокера Бона из группы Юту, где Зеленский приравнивается и сравнивается со Святым Патриком. И, как вы знаете, Зеленский с 24 февраля 2022 года носит исключительно зеленый камуфляж. Ну, если он не камуфляж, он всегда зеленый. Кресла в кабинете Зеленского зеленого цвета, правда, до этого президент Ющенко и Порошенко тоже сидели на этих же креслах, но там был другой оттенок. Поэтому все это архетипы и Навальный позирующий вот в таком виде с ладонями и лицом аккуратно измазанный зеленкой. Если его обрызгали, как у него ладони оказались? Никак. И совершенно ровно без глаз и в один из таких разов он заявил о том, что у него сетчатка глаза пострадала и даже он был вынужден вылетать в Барселону на лечение сетчатки глаза, для чего он опять же получил каким-то образом экстренное разрешение на выезд от ФСБ, находясь под уголовным делом. Ну и после этого вы говорите, что он не продукт и не проект ФСБ? Окей. Я говорю о том, что они могли пользоваться его услугами, но это не значит, что это проект. Конечно, да, естественно, они его не рожали. Ну вот и, собственно, все вот эти вот сравнения и плюс мы видим статью в BBC, которая просто Навального напрямую сравнивает со Сирисом. Я вам ее предоставил. Да, да, да. Читал. Кстати, безумно интересно. Хорошо, Вадим, мы уже на пределе, буквально вот у нас три минуты, и я бы очень хотел, чтобы вы рассказали о ваших каналах, о ваших книгах, чем вы занимаетесь, я так, вас все время тянет в сторону вот оккультности, мистики. Я так понимаю, что это ваш, как бы, один ваш... Я не занимаюсь, Леон, я не занимаюсь мистикой вообще, от слова вообще. Я криптограф, я человек, который разбивает и расшифровывает коды. А коды я расшифровываю там, куда их размещают люди, которые увлекаются, и вся их жизнь, и деятельность в общественном и медиапространстве руководствуется оккультными верами. Это не мои оккультные верования, это верования так называемых оккультных элит, это те люди, которые пользуются астрологией, нумерологией, и те люди, которые определяют, что любое политически значимое событие, военно значимое событие должно происходить строго по астрологическим, нумерологическим и прочим принципам так называемых оккультных наук, основы которых были заложены еще великими алхимиками, начиная там с людей подобных Атанасиусу Киршнеру, знаменитому монаху-изуитову, Джону Ди, так называемому агенту 007 при дворе Елизавета I, чей, собственно, сын стал личным врачом царя Бориса в Московском царстве, и, собственно, с него, я думаю, тоже прошло несколько ветвей оккультных традиций и в Москве, и в российском обществе, и так далее. То есть я занимаюсь тем, что я расшифровываю те коды и знаки, которые употребляют люди, которые исключительно продолжают верить, в алхимию, в астрологию, в нумерологию, и они продолжают размещать, размещать, скажем, какие-то статьи, репортажи и так далее, руководствуясь этими принципами. Вот, собственно, то, что я делаю. Я вам только что изложил, по какому принципу я идентифицировал в Навальном и Зеленском архетип Осириуса, и в этих статьях, и в утверждениях Нэнси Пелози в прошлом году я нашел всего лишь подтверждение своим выводом. То есть я вот таким вот образом расшифровываю, почему, например, определенные события, такие как взрыв Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года, взрыв в Арзамасе 4 июня 1988 года, вот этот самый штурм, штурм Капитолия, так называемый, 6 января и так далее, почему они происходят в определенной дате? Потому что люди, которые в них верят, они считают, что проведя эти акции именно в астрологические, нумерологические благоприятные даты, они усилят политический, военный и прочие эффекты. Так же, как вот проводятся ритуальные спортивные игры по типу Суперкубка по американскому футболу, по типу Чемпионата мира по футболу, это все огромные мероприятия, которые привлекают, во-первых, миллиарды денег на ставках и на правах телевещания, они привлекают внимание миллиардов людей по всему миру, и поэтому они строго происходят по определенным астрологическим канонам регулярно. Это непреложный факт, это я могу доказать, это у меня изложено в моих книгах в сотнях доказательств со скриншотами и прочими вычислениями. То есть, мы можем бесконечно спекулировать по поводу того, кто вел Навального, кто ему платил и каким образом он действовал, чем руководствовался, но есть вещи, которые излагаются в открытом доступе с самими инициаторами этих событий. Я базируюсь исключительно на информации открытого тока и используя свои исторические, религиозные и прочие знания в теологии и в оккультизме, которые не имеют отношения к моему верованию в оккультизм и в эту теологию, я использую их для дешифровки подобных событий. Вот об этом мои книги, например, снос так называемых скрижалей Джорджии в прошлом году, он тоже был совершен по определенным канонам, так же, как и его постройка под оккультным числом общества черепа и костей Ельского университета 322, потому что он был открыт, скрижали Джорджии были открыты именно 22 марта, то есть 22-го, 3-го или 3-го, 22-го, а 322 это тайное число общества черепа и костей Ельского университета, с которыми эти скрижали Джорджии с момента его открытия в 1980 году ассоциировались, поэтому и снесены в прошлом году взрывом, они были тоже соответственно этим оккультным каноном, вот именно это я излагаю в своей книгах оккультные игры элиты, это оккультная матрица. Где можно найти ваши каналы, как их искать, и сайты. Мой канал основной можете просто выставить в ссылке под, он так и называется, Пландемия, Пландемия, ну и мое имя Вадим Шигалов, Пландемия, он просто называется как по названию, значит, Вадим Шигалов, оккультные игры элиты, и сокращенно Пландемия. Окей. А все остальное, книги продаются и в Барзенобл, и в Амазон, и в Москве они продаются, ну и по России, в разных издательствах и книжных магазинах. Оккультные игры элиты и новый мировой порядок и оккультная матрица, это вот книга, там, в каждой из которых по 400 с лишним страниц, которые на сотнях примерах показывают те методы, которые я сейчас вот просто кратко пытался изложить, но я понимаю, что для слушателей, которые совершенно не знакомы с подобной методикой, это может показаться абсолютно диким и таким, ну так сказать, экстремизмом. Да, экстремизм, понятно. А, Вадим, мы вынуждены распрощаться, огромное спасибо, мне было очень интересно, я надеюсь, что всем остальным тоже, и я очень-очень советую, во-первых, послушать видео, которые Вадим делает у себя на каналах, а во-вторых, купите его книгу «Оккультные игры элиты», например, элит, и посмотрите, это, думаю, вам будет очень интересно, и главное, что там очень все точно описано, это не рассуждение там за секунду, это, что называется, многолетний труд человека, который умеет собирать информацию. Это плюс-минус 20, 26, 27 лет уже, когда я собирал информацию, то есть я просто благодаря своему знанию языков анализирую медиапространство, то есть это сообщения газетные, это телеканалы и так далее, и все это, накладывается на фундаменты знания истории, теологии и прочего, то есть все те, все те, собственно, фундаменты, на которых базируются они сами, алхимия и так далее. Пример. Прекрасно. Спасибо огромное. До свидания. Большое спасибо, Леон. До свидания. Продолжение следует. До свидания. До свидания. Продолжение следует...